Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада быть вместе с вами. Прошу у вас обратной связи, хорошо ли меня слышно. Отлично, большое спасибо. Еще раз поздравляю всех победителей, кто действительно тих больших успехов и теперь может наслаждаться плодами своего труда. А мне хотелось бы поговорить с вами на тему, которая, собственно говоря, является очень объемной. И я предлагаю сегодня начать ее, только раскрывать. Вы помните мою, скажем так, хронические проблемы здоровья, связанные со старением. Ну и должна вам сказать, что, к сожалению, процесс старения затрагивает и нервную систему тоже, и результаты старения нервной системы сказываются настолько сильно на качестве жизни, что действительно следствия очень многообразные. Так что давайте поговорим с вами о ментальном здоровье, то есть о здоровье умственном, и о том, как его сохранить, и как предотвратить старение мозга. Ведь мозг тоже стареет. К сожалению, с возрастом многие начинают отмечать, что они думают не так быстро уже, но считаются вот те признаки, которые вы видите на экране, признаками, так называемых, в кавычках нормального старения, потому что старение умеренно влияет на речь, то есть оно может быть в некоторой степени замедлено, но объем речи сохраняется, словарный запас остается тем же, грамматических ошибок человек не будет допускать в речи, если он не делал этого ранее. Может быть просто снижаться каким-то образом скорость подбора слов, сама скорость речи, можно, может быть, ожидать от пожилого человека в глубоком, скажем, пожилом возрасте, что уже будет он медленнее, собственно говоря, поступающую от вас информацию обрабатывать, может отвечать как-то более степенно, да, но тем не менее все функции мозга достаточны для того, чтобы выполнять повседневные задачи без проблем. Просто когда вы взваливаете на пожилого человека несколько задач сразу, то, конечно, он будет справляться с ними медленнее и, может быть, как-то регулировать их, выполнять по одной. То есть отмечается еще и некоторое замедление скорости мышления и реакции. Скажу вам честно, конечно, никого из нас не радуют даже эти так называемые нормальные признаки, никому не хочется их вообще никогда иметь. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Но тем не менее существует и так называемое ускоренное старение мозга, деменция, которое называется таким термином деменция. По латыни это слово обозначает безумие, потому что крайняя степень деменции, в народе еще так называют старческий маразм, скажем так, отличается вообще распадом психических функций. Так вот, что такое деменция. Мне очень нравится, кстати, эта иллюстрация, она довольно популярна в иностранных журналах. Деменция является приобретенным состоянием. То есть не стоит путать ее с умственной отсталостью, когда мозг, собственно говоря, не успевает даже сформироваться. Здесь были сформированы вот эти нервные связи, словарный запас, мышление, память. Все это было, но это все утрачивается. И, соответственно, мы имеем деградацию и мышление, и память, и поведение, и способность выполнять ежедневные действия. И все усвоенные знания начинают страдать и утрачиваться в той или иной степени. И в итоге, конечно, это влияет кардинально на качество жизни. Деменция может поражать молодых людей в ситуации, когда есть какое-то аддиктивное поведение, то бишь переводя на русский язык пристрастие к алкоголю и наркотикам. А пожилых людей деменция поражает, скажем так, как она называется еще синильная, от слова латыни синилист старческий. То есть, когда уже развиваются такие возрастные изменения, связанные именно с ускоренным старением мозга. То есть, деменция – это, конечно, ненормальное старение. Может быть, это не очень актуально, дорогие друзья. Я хочу вам сказать, что официальные цифры поражают воображение в плохом смысле этого слова. Но я призову вас еще подумать кое о чем. Посмотрите, по данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире насчитывается 47 миллионов людей с деменцией. То есть, вы представьте себе, это люди, которые уже не могут похвастаться, скажем так, нормальной скоростью мышления, возможностью оперировать своей памятью, речью, воспоминаниями, навыками и так далее. И больше половины из этих людей живут в странах с низким и средним уровнем дохода. К сожалению, Россия пока относится к странам со средним уровнем дохода. То есть, мы с вами в группе риска, как и, собственно говоря, практически все страны СНГ и многие страны Восточной Европы. Каждый год насчитывается почти 10 миллионов новых случаев заболевания. И в возрасте 60 лет и старше пропорции возрастают колоссально. Уже от 5 до 8 человек из 100 будут страдать деменцией. И фактически одна из основных причин инвалидности и зависимости среди пожилых людей во всем мире – это как раз деменция. Безусловно, что это влияет не только на качество жизни самого человека, который страдает этой проблемой, но и на людей, которые окружают его, людей, которые осуществляют за ним уход, на членов его семьи. Это действительно очень угнетает само по себе видеть, как твой близкий, любимый человек меняется на глазах и уже не может, скажем так, быть самим собой, не может владеть своей жизнью. И вот цифра, которая шокирует, что число людей с деменцией почти утроится к 50-му году. А это не так долго ждать этого осталось. И составит 132 миллиона. Вот, собственно говоря, старение населения происходит, но деменция, собственно, нарастает тоже. И этот рост, опять-таки, обращая ваше внимание, будет происходить в значительной мере за счет роста числа людей в странах с низким и средним уровнем дохода. Что мы можем за вывод сделать из этой информации? Вывод такой, что, собственно, мы не так уж сильно заботимся о своем здоровье, как должны. И есть что-то, что отличает наши страны от стран с высоким уровнем дохода. И на это надо обратить внимание и заняться профилактикой. Потому что, вы представьте себе, когда работа мозга утрачена, о чем, о какой профилактике говорить? Это, собственно говоря, процессы необратимые. То есть человек, ставший на путь деменции, с него уже, увы, не сойдет пока. Пока так. Давайте посмотрим дальше. Болезнь Альцгеймера – это наиболее распространенная причина деменции. 60-70% всех случаев деменции – это, увы, болезнь Альцгеймера. Она неизлечима, как я уже сказала. Тот, кто встал на этот путь, уже с него не сойдет. Течение длительное и прогрессирующее. То есть чем дальше, тем хуже. Вот мы с вами, дорогие друзья, сейчас о деменции говорим несколько минут. Вы посчитайте, каждые 4 секунды новый случай деменции, каждые 7 секунд новый случай болезни Альцгеймера. Сколько людей появилось уже на Земле, пока мы с вами просто начали обзор этой проблемы. В Штатах 5,5 миллионов человек с болезнью Альцгеймера насчитывается официально. В России 1,8 миллиона. Это официальная статистика. И мой вопрос, вы видите, где все остальные у нас. Потому что если мы посчитаем пропорцию, то в России насчитываться должно 2,5 миллиона таких людей. То есть мы еще и недовыявляем, недоопределяем. Эти люди, скажем так, впадают уже в глубокое, тяжелое состояние деменции. А мы еще, собственно говоря, даже не начали им никак помогать. То есть вы видите, насколько надо быть действительно внимательным к этим вещам. Я уже не говорю о том, что лучше бы их как-то стараться предотвратить. Правильный своевременный диагноз у нас в 10% случаев. Ну, в общем, печально и есть чему учиться, есть над чем работать. Прежде чем мы начнем с вами обсуждать, что происходит и как это предотвратить, я хотела бы вас так коротко ознакомить с тем, что вы так знаете. Просто, скажем так, немножко терминологии. Наш мозг, вы знаете, это такой главный командир. Он, в принципе, ответственный за работу всего нашего тела. Но кроме того, что он регулирует и тонус сосудов, и то, как работают наши мышцы, кишечник, желудок и почки и так далее, естественно, у нас есть еще и высшая нервная деятельность, так называемая. Потому что наш мозг делает нас, собственно говоря, в какой-то мере тем, чем мы являемся, за счет того, что с помощью мозга мы воспринимаем информацию, обрабатываем, анализируем, мы ее помним, храним, обмениваемся друг с другом этой информацией, с окружающим миром. И, соответственно, мы строим нашу программу действия, осуществляем. Вот мне посчастливилось присутствовать на тренинге в Екатеринбурге. Вот я слушала наших сапфировых директоров и думала, ну вот какая продукция мозга, какие когнитивные функции на высочайшем уровне. То есть все это было представлено великолепно. И посмотрите, вот когда мы говорим о когнитивных функциях, этот термин лучше запомнить, чтобы вы потом знали, о чем говорить. Мы имеем в виду и внимание, и восприятие, и гнозис – это такой термин насчет способности опознавать образы, относить их к каким-то категориям. И память, и интеллект, и речь, и праксис, то есть нашу способность выполнять какие-то задачи. И вот представьте себе, что когда начинается деменция, все эти функции когнитивные или по-русски познавательные, они начинают утрачиваться с разной скоростью, в разном темпе, но тем не менее это происходит. Представляете, какая беда? Тебе кажется, что по умолчанию это всегда есть с тобой, а тем не менее, раз в какой-то прекрасный момент, в кавычках, ты можешь этого всего лишиться. Я считаю, что это страшно. Знаете, есть известное изречение, если Господь хочет кого-то наказать, Он лишает его разума. Это действительно, я считаю, одно из самых страшных хронических состояний. Давайте посмотрим, почему это происходит. Теорий основных сейчас две. Вот если мы возьмем мощный микроскоп и посмотрим на срез головного мозга, мы увидим там нейрон, это наша нервная клетка, он такой интересной формы, пирамидальный, у него есть такие звездчатые, коротенькие отростки, они называются дендриты, есть длинные, длинные отростки, называются аксоны. С помощью этих отростков они связываются, нейроны связываются друг с другом, обмениваются информацией, плюс через вот эти длинные отростки нейроны получают еще и питательные вещества и молекулы распространяются по аксону из тела клетки до конца вот этого длинного отростка и обратно. Если взять вот этот вот отросток и посмотреть на него под микроскопом, он состоит, видите, из таких маленьких микротрубочек. Те, в свою очередь, представлены такой цепи белков, их стабилизируют молекулы белка, которые называются ТАУ. И вот было обнаружено, что при деменциях и при болезни Альцгеймера вот этот белок ТАУ почему-то теряет свою конфигурацию, склеивается вот в такие клубки и, собственно говоря, начинаются серьезные проблемы, потому что транспортная система нейрона страдает, то есть через аксоны уже невозможна транспортировка никаких молекул, и, естественно, питание страдает, связь нейронов друг с другом страдает, и это приводит к печальным последствиям. Уже одного этого хватило бы для того, чтобы выработать какую-то стратегию и понимать, на что направлять свои усилия, но это не единственное изменение при болезни Альцгеймера. Есть и вторая проблема. Вот если взять, скажем так, одну клеточку и вообще посмотреть на нее очень-очень близко, то есть так называемый белок, он называется белок предшественника милоида, АПП по латыни сокращенно, и он проникает внутрь клетки и вот так вот закручивается снаружи. Потом ферменты по какой-то причине, то есть это все до сих пор, видите, исследуется. Например, я вам хочу сказать, когда я 20 лет назад училась в медицинском университете, этого еще нам не преподавали, то есть это все свежая наука за последние 20 лет. По какой-то причине ферменты, видимо, пытаются как-то избавиться от вот этого белка и отщепляют концы, но амилоид остается, вот этот зеленый сегмент, образуют бляшки. Вот эти бета-амилоидные бляшки, они, скажем так, прилипают к нервной клетке извне, они нарушают работу мембраны и вызывают хроническое воспаление. Бляшки эти нерастворимые, их никак нельзя, скажем так, удалить. И в итоге, конечно, это тоже сказывается печальным образом на работе нашего мозга. Вот посмотрите, если посмотреть на мозг на срезе, вот что потихоньку происходит. Вот он мозг в самом начале процесса, вы видите, извилины такие друг к другу примыкают тесно. Потом вот расстояние между извилинами увеличивается, то есть даже не надо быть врачом, чтобы видеть, что как-то мозг начинает, скажем так, усыхать, как говорят в народе. И вот конечная стадия. Посмотрите, что осталось от мозга, что требовать от человека, когда вот тут полости, посмотрите, какие они были маленькие, и вот они, желудочки мозга, какие они крупные здесь. Посмотрите, что происходит здесь вообще, вот в этих центрах, где как раз находятся центры памяти и мышления. Посмотрите, кора становится тоньше. В общем, печальная картина. Опять, наверное, Анна скажет, что я вас всех пугаю. Давайте перейдем к стадиям болезни Альцгеймера. Мне очень нравится стадия 0. Это стадия, когда болезни нет. Нет болезни, нет симптомов, нет изменений в мозге. Как вы думаете, какая стадия наиболее благоприятная для вмешательства и профилактики? Я чувствую, я так всех напугала болезнью Альцгеймера, что все так задумали тяжко. Да, безусловно, дорогие друзья, именно на стадии 0, вот там лучше всего действуют мероприятия по профилактике деменции, по профилактике болезни Альцгеймера как основной ее причиной. Вообще, по поддержанию здоровья всего организма. Увы, бывают ситуации, когда все это переходит в стадию 1, это начало отсчета. Но самое печальное для врача и для пациента, что симптомов болезни нет. Человек ничего не чувствует, он думает, как всегда. Он ходит, любит, говорит, смеется, поет песни, читает и так далее, работает, мыслит, неспособности не страдают, память не страдает, а изменения в мозге начинаются. Вот она, зона, где, скажем так, сосредоточены клетки, отвечающие за память, и она уже начинает поражаться. Изменения в мозге начались и стадии, это может длиться до 20 лет. Представляете себе, в ткани мозга уже мы выявляем нарушение. На магнитно-резонансной томографии МРТ уже отмечается уменьшение мозга в размерах. Если где-то есть возможность у кого-то сделать позитронно-эмиссионную томографию, там уже снижается активность мозга, выявляются биомаркеры, вот этот амилоид и Тау, о которых я вам говорила, а человек жил себе, как живет. Представляете? То есть там тоже, конечно, неплохо было бы уж взяться за себя, чтобы хотя бы замедлить прогресс. Но, увы, может случиться так, что это перейдет во вторую стадию, и пока, к сожалению, оно так и случается в большинстве случаев, и появляются так называемые легкие когнитивные нарушения. Вот почему я вас мучила когнитивными функциями, чтобы вы понимали, что такое легкие когнитивные нарушения. То есть уже отмечается снижение памяти, у человека появляются некие трудности при подсчете и управлении финансами, при приготовлении пищи, то есть раньше его рецепт любимый был, он его легко готовил, тут начинает как-то путаться в ингредиентах, в том, сколько надо положить, испытывает затруднения при шопинге, покупках в магазине, в вязании, вышивании для хозяек, то есть вроде бы вязала буквально с закрытыми глазами, не глядя на схему, а тут он не может ее прочитать, не может как-то сообразить, как же связать. Отмечается снижение настроения, вплоть до депрессии. Человек еще не зависит от окружающих, то есть он может выполнять какие-то повседневные дела, повседневная деятельность не страдает. Но люди могут говорить из числа родных, ой, ну какая-то вот, видно это старость, знаете, как говорят, ну видно это старость. А это необычное старение, дорогие друзья, это уже начало серьезных изменений. Изменения в мозге, конечно, продолжаются. Вы видите, вот что было, и вот что стало, нам показывало, и распространяется эта зона дальше. И, конечно, третья стадия, самая печальная, это уже классическая деменция, которая вначале легкая, затем умеренная, затем тяжелая. И она отличается тем, что человек уже зависим от окружающих. Он не способен заботиться о себе, потому что у него могут выявляться трудности при выполнении даже обычных действий, движений и задач, элементарно причесаться, или почти зубы. Уж не говоря о том, чтобы водить машину, это все будет страдать. Посмотрите, может отличаться и нарушениями речи, эта стадия, и неузнаванием предметов и людей. Изменения в мозге, конечно, глубокие, посмотрите на этот атрофированный мозг, то есть это настоящая беда. Но, чтобы не быть голословным, я хочу вам показать картины одного художника, который стал популярен именно потому, что он рисовал автопортреты, и, увы, он заболел болезнью Альцгеймера. И это было настолько наглядно, что действительно теперь во всех медицинских университетах показывают его картины, чтобы рассказать, что такое болезнь Альцгеймера. Посмотрите, это Уильям Уотермоллен, он жил в Великобритании. Посмотрите на его автопортрет 1967 года. Посмотрите на эти глаза, из которых, не знаю, ощущается вот эта мысль глубокая в них. Но согласитесь, разве не так? Вот этот ум, вы бы увидели такого человека, вы бы подумали, что он когда-нибудь заболеет, слабоумие, вот эта болезнь Альцгеймера. Никогда. И вот прошел 29 лет, 96-й год. Посмотрите, как сильно отличается его автопортрет. Это не просто признаки старения. Видно, что у него эмоциональный фон тревожный. Сюда вот идет эта тревога. Посмотрите на эти скорбные складки. Он явно в подавленном настроении. Он понимает, что с ним что-то происходит. Ему поставили диагноз болезни Альцгеймера в 95-м году. То есть он уже знал свою судьбу фактически. Прошел всего год. И вы посмотрите, он даже не может нарисовать лицо, в принципе, так, как это было всего год назад. 98-й. Посмотрите на это асимметричное лицо. Посмотрите на это огромное ухо. Видите, он уже видит себя не так, как раньше. 99-й год, всего один год. Он уже не может изобразить даже черты лица толком. И посмотрите, 2000-й. Я не знаю, как у вас, у меня мурашки по телу. Он, причем, видимо, продолжает осознавать, что у него расколота личность. Вы посмотрите на это остающееся скорбное выражение лица. Настоящая трагедия на самом деле. И вот это настолько передает то, что чувствуют эти пациенты сами. Да, они, может быть, кому-то из своих родных кажутся обузой, и раздражают, и, может быть, вам покажутся со стороны, если у вас есть такие люди в окружении, что они уже ничего не понимают. Но если вы посмотрите на эти картины, они внутри чувствуют все, что с ними происходит. Это страдания, действительно, души, запертые вот в этом усыхающем мозге. Действительно трагедия. Поэтому, конечно, лучше постараться приложить, на мой взгляд, все силы для того, чтобы предотвратить вот это ненормальное старение мозга. Итак, мы всегда с вами говорим о том, что есть факторы риска развития любого хронического заболевания, и они делятся на неизменяемые и изменяемые. Неизменяемые факторы риска, безусловно, это те, которые мы не можем предотвратить, и мы не в состоянии на них повлиять пока, я бы сказала. Изменяемые факторы риска, конечно, это те, на которых мы должны сконцентрировать свои усилия, чтобы уменьшить риск заболевания, потому что эти факторы риска могут и повысить шансы на возникновение болезни Альцгеймера, или ускорить ее течение. То есть, конечно, надо избавляться от них полной. Итак, конечно, неизменяемые факторы риска. Первый – это возраст. Мы говорили с вами, что чем старше, тем больше шансов получить деменцию. У одного из семи людей старше 71 года, это официальная статистика, развивается деменция, и каждые пять лет после 65-летнего возраста риск болезни Альцгеймера удваивается. То есть, считайте, статистика действительно неутешительная, так что, безусловно, тут лучше не ждать этого возраста, а начинать действовать с молоду. Пол тоже является фактором риска. Женщины болеют болезнью Альцгеймера в два раза чаще, больше, чем мужчины. Объясняют это ученые двумя причинами. Женщины живут дольше, то есть, соответственно, они чаще достигают преклонного глубоко старческого возраста, плюс считается, что дефицит эстрогенов, то есть, женских полугормонов, ускоряет течение болезни Альцгеймера. Ну, вы видели Уильяма Утермоллена, который, собственно говоря, мужчина, и тем не менее, много есть мужчин, тот же президент Соединенных Штатов Америки, вы знаете, который вынужден был, скажем так, уйти из общественной жизни, потому что тоже заболел болезнью Альцгеймера, но он, правда, выполнил свою большую миссию, я говорю о Рональде Рейгане, он привлек внимание общественности к этой болезни, и теперь в Соединенных Штатах Америки есть национальная программа и для пациентов, и национальная программа для родственников. Соответственно, там занимаются этим очень плотно. Генетика тоже является пока неизменяемым фактором риска. Есть такой ген, называется АПОЕ, то есть ген АПОЛИПО-протеина. Если у вас его модификация Е2, это снижает риск развития болезни, если его модификация Е4, повышает риск развития болезни. Если, не дай бог, вы получили такую копию Е4 от мамы и от папы, то это повышает риск серьезно. Но, что мне хочется вам сказать. Специалисты не рекомендуют генетическое тестирование, потому что не дает даже наличие вот этого гена Е4 100% вероятности того, что у человека разовьется болезнь Альцгеймера, и наличие Е2 не дает 100% вероятности того, что у него не будет болезнь Альцгеймера. Есть еще около 10 генов, связанные с этим риском, так что лучше сосредоточиться на тех факторах риска, которые вы можете изменить. Надеюсь, вы со мной согласны. И еще одна группа неизменяемых факторов риска относится к вашему прошлому. Черепно-мозговая травма, уже имеющиеся заболевания, некоторые повышают риск, типа гипертонии, сахарного диабета. Уровень образования. Чем более образован человек, тем меньше риск болезни Альцгеймера. Как-то недавно в Фейсбуке мне попалась статья какого-то мужчины, даже не дала себе труда запомнить его имя. Настолько меня она как-то рассердила, что детей в наших школах мучают, и вообще им не нужно столько знаний, нужно им дать детство, веселиться, прыгать, скакать на детских площадках. Но, во-первых, мы не можем изолировать детей от наших знаний, и это было бы глупо, не дать им шанс, собственно говоря, получить те знания, которые им пригодятся в будущем. Во-вторых, чем больше связей между нейронами, между нервными клетками вы получите в молодом возрасте, тем больше шансов у вас на то, что вы сохраните достаточно связей для того, чтобы думать своей головой внятно в пожилом возрасте. Поэтому учитесь и учитесь, учитесь, как извещал великий Ленин. Я говорю это не потому, что у нас недавно было 7 ноября, а потому что этот лозунг нужно повесить на стену всем перед собой, кто хочет заниматься профилактикой болезни Альцгеймера. Что мне импонирует в западном мире, там в университетах даже пожилые люди идут получать второе образование, высшее, чтобы оставаться, скажем так, активным, и активным ментально тоже. И потеря обоняния тоже является фактором риска болезни Альцгеймера, потому что мы теряем целый мир, и, соответственно, обоняние стимулирует мозг, отсутствие обоняния, естественно, уменьшает активность мозга. Так что, в общем, если какой-то из этих факторов риск у вас есть, дорогие друзья, то вот ниша, которой вам надо заняться прямо сейчас. То есть, если вы увидели какой-то пункт из предыдущих, что он актуален для вас, вот поле для деятельности, к которому надо приступить, безотлагательно, прямо после того, как закончится вебинар. Хочу вам сказать сразу, что прямо сейчас мы с вами тоже занимаемся профилактикой болезни Альцгеймера, потому что мы чему-то новому учимся, мы стимулируем наш мозг к тому, чтобы познавать. Итак, изменяемый фактор риска. Вот она, ниша, которой надо заниматься. Когнитивный резерв. Что это такое? Это повышение ваших навыков, ваших знаний, то есть учимся, учимся и учимся. В ЖНС, я считаю, надо дать отдельный приз за то, что она постоянно призывает своих партнеров получать всю новую информацию. Надеюсь, вы со мной согласны. Следующий фактор риска – повышение артериального давления. Я уже говорила об этом отдельно. Повышение артериального давления повредает сосуды, вызывает ускорение старения организма в целом. Кроме того, повышение артериального давления – это уже, скажем так, критерий старения сосудов. Поэтому если давление повышенное, то надо им заниматься. И самое интересное то, что низкое давление ниже нормы в старческом возрасте, старше 80 лет, тоже ускоряет.